Я рассказывала про то, что йога воспринимается как дауншифт и работа для неудачников. Понимаешь, дело здесь тоже, ну, собственно говоря, не в йоге, потому что люди, когда они находят себя в социуме, в профессии и в семье, они ищут лёгких путей. А, собственно говоря, для того, чтобы преподавать вот такие практики, не нужно никаких базовых, профессиональных и каких-то прочих качеств. Ну, как, вот ей нужно, наоборот. Если читать все тексты, то требования как раз повышены. Йога и всё время учится, и всё время читает, и вообще чего он только там не делает. А я вспоминаю девчонку, которая отучилась на какую-то там фундаментальную гуманитарную специальность, которую доходы не приносят, и пошла подрабатывать куда-то типа маникюра, ну, в общем, что-то вот такое, ремесло. И я удивилась, ого, у тебя же крутое образование. Она говорит, ну, вот ты сама в йога-клубе подрабатываешь, сравнила божий дар с яичницей. Понимаешь, нет у нас культуры восприятия и культуры преподавания всего этого. И, к сожалению, люди нечистые на руку, они этим очень сильно пользуются. Вот эта система сертификатов, которую разработали, она же тоже вообще ни о чём. То есть вот эти вот мои чуваки, которые какую-то хрень толкают, бабушка, которая играет на гитаре, и вот эта вот актёрская психология, они же потом дадут этим людям сертификаты, что они могут преподавать йогу. Класс просто. Да, тут даже вообще, в принципе, непонятно, что с этим делать. Потому что... Понятно, как это сертифицировать ещё, потому что это другая система. Да, непонятно и как сертифицировать, и как поддерживать, и как, скажем так, продолжать. Потому что, ну действительно, на самом деле, знания эти серьёзные, практика эта серьёзная, она приводит к серьёзным последствиям, иногда необратимым. И на самом деле это вот как настройку в сказке, я тоже очень люблю это приводить в пример, да, то у вас настройку никогда не пустят без сказки, да. Вас на какие-то водные, там, грубо говоря, сплавы не пустят без спасательного жилета, да. А почему-то про энергетические практики мы позволяем себе чего-то не знать, да, и при этом ещё и преподавать. Или измерять уровень практики глубиной шпагата. На какие-то курсы пускай. Если ты умеешь делать вот такие-то асаны, тогда ты можешь пойти на этот курс. Ну тут тоже очень важно, насколько соотношение физического, да, и, скажем так, внутреннего должно присутствовать действительно реально в этой практике, да. То есть может быть там человек, который не может отстоять полчаса в дереве, да, но что ему делать на марафоне? Там люди по часу могут стоять, например, в этом дереве. Ну что он в этот момент будет там делать? Просто для йоги на самом деле, кроме лотоса-то, ничего не надо, вот этих предельные растяжки, они не нужны, и иногда начинают даже вредить, когда ты слишком увлекаешься, это прибудет потом к повышенному травматизму. В чём проблема? Что людям непонятно, что обязательно, действительно, объективно должно присутствовать для практики на уровне физиологии. Мне кажется, здесь и в этом проблема. У людей, они просто нет представления. То есть получается, что их знания, да, о том, что у человека там какой-то шпагат должен быть, они не совсем верны. И он должен быть благостный. Точно так же, как у нас в Цигун. У нас в школе всё очень чётко и понятно. У нас вот такое-то количество там подготовительных упражнений, такое-то количество основных упражнений и так далее. Но, простите, пение мантр и высмеивание, там, выплёвывание каких-то эмоций в окно у нас в программу школы, например, не входит. Каких-то посторонних мантр, пение у нас тоже не входит. У нас, собственно говоря, в курс не входит погружение людей в какие-то базы, основы буддизма или ещё чего-то. У нас всё достаточно чётко, прозрачно. Но всё от того, что это очень сильно неподконтрольно, да, это всё находится в таких сферах, которые, в общем-то, и невозможно, наверное, как-то контролировать и как-то проверять, что как это называется. То есть, когда должен быть понятен уровень того или другого человека. И ещё в этом же есть очень много человеческого, потому что, когда, например, человек в социуме не реализовался, ушёл в это преподавание этой практики, потерял и те навыки, которые у него и так были не очень хорошие, да, там, в профессиональной сфере, в личной, в социальной, он их уже утратил. А здесь он хоть какие-то деньги имеет, хоть что-то наработал, так он будет цепляться, да, вот это цепляние ещё за практики, которые не должно быть. А человек вынужден за это цепляться, потому что мы опять возвращаемся, да, к социальности человека. Потому что ему нужно на что-то жить, ему нужно что-то кушать. А он накушает, зарабатывает преподаванием этой практики, а он ничего не понимает. По сути, как люди, которые занимаются НЛП, в большинстве своём не знают, что родоначальный кронхабр. Точно так же этот человек совершенно не понимает, для чего эта практика, и не знает вот про ту составляющую, да, о том, что это не для расслабления, это не для оздоровления, это совсем для других вещей практики. А вот это вот там оздоровление, расслабление, это просто побочные эффекты, которые в том числе обязаны присутствовать, чтобы погрузиться в более серьёзные практики и трансформации. Ну, то есть, понимаешь, какой это клубок вообще. Вот, и на самом деле это всё очень большая проблема. И я думаю, что именно с этим было связано то, что раньше эти практики передавались от учителя к ученику и выбирались, ну, грубо говоря, от какие-то единицы. Хочется верить, да, что те люди, которые передавали эти практики, они были в состоянии, увидев человека, понять все его потенциалы, понять, можно передать этому практику или нет. Это к тому же возвращаясь к тем проблемам человеку, которого у каждого из нас, я не говорю, не выкидываю из этого списка себя, не дай бог, да, то есть у которого есть все вот эти обычные косяки, там, зависть, там, гордыня и прочие вещи. То есть, на самом деле, это является очень большими препятствиями в практике. Почему искался вот этот вот неогранённый алмаз, Аладдин, да, который мог войти в эту пещеру? Ну, потому что преодолеть вот эти свои отрицательные негативные качества, наверное, действительно способны единицы. Очень редкие люди. Негативные качества, это уже какая-то другая система отчёта. Ну, не негативные, хорошо, вот качества, которые являются там завистью, гордыней, там, да, какими-то там. Просто тогда ещё в практике должно быть прописано, что человек, протекущий в такое-то направление, у него есть определённый моральный кодекс, такой-то, такой-то, такой-то. Я не знаю, это прописано ли у китайцев или нет. В йоге просто в тантрических направлениях нет. Всё тоже тонко и непонятно. Например, в книгах же написано, что практикующий человек, ну, вообще практика, она подобна путешествию по лезвию ножа. Даже, по-моему, там говорится не ножа, а по лезвию бритвы. И безумен тот, кто отправляется в этот путь без учителя, который дошёл до конца этого пути и способен сопроводить тебя по всему этому пути. Понимаешь, чем всё дело? У нас много таких людей, которые дошли до конца практики и способны сопроводить... Ты хоть одного знаешь? Я хочу надеяться, что это мастер нашей школы. Но ты в этом уверена? Безусловно, нет. Я же очень критичный человек. Если бы я не была такой критичной, я бы уже давно была личным учеником. Но я им не являюсь. И, наверное, может быть, не в этой жизни. Потому что он слишком много знал. Ум в моём случае очень серьёзное препятствие. Может быть, наоборот, он тебя спасает? Может быть, и так. Мне кажется, что если действительно крутой учитель, он знает, как что сказать, что показать кому. Как говорят, когда ученик готов, появляется и учитель. Ну, видимо, готовности с моей стороны нет. Ну, и я действительно, зная очень много про практику, про её обратную сторону, пока что берегусь от глубокой... Но ещё если это всё правда, это опять может быть фольклорный элемент. Ну, я берегусь от той стороны практики, которую я начала уже потихонечку испытывать на себе. То есть я берегусь от той внутренней практики и той внутренней работы, которая начала происходить со мной. Я не вижу в своём окружении человека, который бы смог меня сквозь те вещи, которые начали происходить, провести меня. Ну, и не готова экспериментировать в этом направлении сама, в одиночку. А получается, что в моём случае это получится в одиночку, к сожалению, пока что. Но какие вещи... Субтитры сделал DimaTorzok